Всем добрый день! Сегодня наконец-то буду раскрывать свою фласку. В ней орхидея фаленопсис, микс сортов. Она у меня на доращивании стояла под фитолампой. Такую фласку я не рекомендовала бы ставить на окно, так как там есть перепады температур и это будет позволять собираться лишней воде, которая нам может спровоцировать гниение внутри этой фласки, чего нам конечно же не надо. Поэтому она у меня стояла под фитолампой часов по 12 и при температуре стабильной 23-24 градуса. Как раз на примере этой фласки хочу показать и рассказать когда же оптимальное время доставать этих малышей. Первое на что нужно обращать внимание это на состояние орхидеи. Все должны быть листочки, корешки зеленые, без увядания, без черноты, потому что если внутри в этой замкнутой системе появятся признаки бактериалки или гниения, то заразятся все остальные очень быстро. И второе на что нужно обращать внимание рост либо размер, как сказать, вот этих вот малышей. У меня они уже переросли, поэтому наверное нужно было доставать чуть раньше, но все никак не сходились звезды. Сегодня именно тот день. Буду пробовать конечно доставать аккуратно через горлышко. Получится или нет, посмотрим. Так как у меня есть свои орхидеи опыленые, на которых зреют семенные коробочки. Хотелось бы их сеять тоже в специально для этого продуманный сосуд. Ну что, давайте наверное начинать. Что мне для этого понадобится? вода для того, чтобы промывать эти орхидейки. Это теплая фильтрованная вода градусов так на скидку 30-35. И бумажные полотенца для того, чтобы мы могли их выложить для просушки. Так как после того, как мы будем промывать, естественно, вода будет и в пазухах и как бы нам желательно от нее побыстрее избавиться. Ну что, давайте начинать открывать. Они у нас там сидели герметично. Теперь они к нам попадут в нашу среду. Вот, кстати, сломанная часть листочка. Бедненький он упирался, рос. Я уже даже потом обратила внимание, что он обломался. Ну что делать? Вот, то есть настолько они у меня уже переросли, что я даже, честно говоря, не знаю, как их оттуда вынуть. Ну, в принципе, немножко поддается. Я, наверное, сейчас вовнутрь тоже налью водички для того, чтобы вот этот вот слой, который удерживает корешки, чтобы немножечко его размыть, что ли. Хотя он у меня достаточно и так рыхлый. Видимо, при транспортировке хорошо их там протрусило, поэтому он не цельный, не плотный. Но сейчас я еще туда долью водички. Вот водичку я налила прямо вот так вот. Попробую их растромошить внутри для того, чтобы было легче доставать. Но если, конечно, не получится, они у меня крупненькие, тогда придется бить баночку. Так, ну что? Ну, сложно, конечно. Сложно их будет отсюда достать. Вот я попробую. Вот тяну что-то. Первый пошел, поддается. Корешки тоже, как мы видим, просто огромные. Я их буду складывать в эту теплую водичку. Пусть они там потихонечку отмокают. Думаю, это будет видео долгим и утомительным, поэтому я, наверное, попробую сейчас это все сделать самостоятельно, а вам уже покажу результат. Ну, в принципе, в принципе, потихонечку поддается. Вот, кстати, видите, начинают не самые нижние листочки орхидеи то ли съедать, то ли от недостатка полезных веществ, то ли они, в принципе, уже приходят в непригодность. И вот когда у орхидеек внутри фласки появляются такие желтые листочки, это тоже признак того, что их уже нужно доставать, так как не хватает питательных веществ. И вот эта вот органика, которая уже, скажем так, не живая, она нам тоже может там сыграть плохую роль. Ну, наверное, да, я потихонечку буду доставать, а покажу вам уже результат. Вот достала я всех малышей. Достала их достаточно легко. Вот парочку корешков обломилось. Ну, а так все живы-здоровы. Заявленное количество в таких фласках орхидей от 15 до 20 штучек. Я думаю, что сейчас каждую мы посмотрим и посчитаем, сколько же их было там на самом деле. Хорошенько промываю все корешки от этой смеси, в которой они росли. По большому счету корневая система у всех орхидеи хорошая. Единственное, что вот нужно почистить от чешуек. Все это делает здесь размокшее и хорошенько подсушить. Очистку, скорее всего, я тоже сделаю отдельно. Покажу вам уже готовые чистенькие кустики. Я в обязательном порядке снимаю вот эти вот желтенькие отмирающие листочки. Они нам не пригодятся. Здесь есть вот самые маленькие, самые первые, еще семи дольки. Вот корешочек оторвался, который тоже начал подгнивать. Ну, в любом случае, вот идеальное время сейчас для того, чтобы их доставать. Они у меня уже, конечно, там пересидели. Поэтому буду чистить. Покажу вам, что из этого вышло. Итак, я все орхидейки почистила. Вот то, что осталось. Все листочки. Вот этот зелененький тоже был подгнившим. В принципе, сам отвалился. Все чешуйки, конечно, это ювелирная работа. Потратила я на это больше часа. Теперь мои орхидейки будут просыхать еще ориентировочно часа два. И будем их садить. Когда малыши подсыхают, я расскажу о том, куда я их буду садить и как. Я буду садить эти орхидеи, естественно, в самый влагоемкий вариант субстрата. Это чистый мох. Использовать я буду для этой посадки мох самого лучшего качества, который вот можно приобрести. Это новозеландский мох, прессованный, который нужно будет размачивать. Вот в таком формате он выглядит, когда он размок. Шикарный, влагоемкий, такой вот весь, скажем так, кустистый, очень плотный, влагоемкий. Мне он очень нравится в таких посадках. Но в этот раз я буду еще добавлять наш карпатский мох. Вот он здесь у меня тоже увлажненный. Здесь есть вот зеленые шишечки. Почему буду добавлять в тот сфагнум, в новозеландский сфагнум наш карпатский мох? Во-первых, у живого мха в разы преобладает бактерицидное свойство по сравнению с сухим увлажненным мхом. Поэтому в посадке вот этим крошкам я хочу добавить живой мох для того, чтобы он в этой среде мог разрастись и поддерживать ту влажность и тот микроклимат, который нам нужен для того, чтобы орхидейки хорошо росли и ни в коем случае там не появилась никакая плесень, грибки и тому подобное. Кстати, для того, чтобы понимать насколько этот мох живой, вот я сейчас покажу. Я его пару дней назад от общипала и посадила. И вот эти вот зеленые вот видно зеленые шишечки пошли в рост. Сейчас я покажу, как этот мох выглядит спустя три дня в комфортных ему условиях. Вот так эта красота выглядит прямо вот такой мини-газон. Отдельно о мхе расскажу в специальном видео. Но что важно понимать, то что к сухому обычному мху я в эту посадку добавлю. Карпатский живой мох для того, чтобы вот он поддерживал нам правильную микрофлору внутри наших горшочков. И теперь расскажу, почему именно этот мох. В принципе, может быть, наверное, и какой-то другой мох, который тоже достаточно хорошего качества. Но вот такой вот мох я использую только для того, чтобы сверху укрывать кашпоз орхидеи. В нем он достаточно рыхлый, пересушенный и не такой, как бы это сказать, ветвистый, что ли. Не такой вот он мясистый, не такой влагоемкий. Вот этот мох это мне муж покупал. Ну и здесь совсем дело плохие. Здесь иголки, листья, палки и все, что угодно, кроме хорошего мха. Поэтому он подходит для посадок орхидеи, допустим, у тех же даже подростков, если его хорошенько перебрать. Но к таким вот малышам я не рискну его использовать. Сейчас буду размачивать какую-то часть этого мха для того, чтобы он у меня уже был готов. И пока мои малыши подсыхают, все нужно подготовить. Вот я подготовила чистую фильтрованную теплую воду. И сейчас какую-то часть этого мха я отломаю и намочу для того, чтобы он был в том, он достаточно плотный. не очень хочет ломаться. Сложно сказать, сколько мха понадобится, поэтому я сделаю лучше несколько раз небольшими партиями. Вот он прям мы видим, как он растет, напитывается влагой. Вот увеличивается просто в разы. вот теперь осталось только вот его немножечко вспушить. вот что мне в нем нравится. Он очень такой волокнистый, очень длинные побеги и мало крошек. Он хорошо будет обволакивать корешки и при этом не будет прессоваться. В горшке с орхидейками должна быть в любом случае хорошая аэрация и вот такой мох длинными такими веточками. Это как раз то, что нужно. Ну и пока малыши сохнут, я веду другие приготовления. Расскажу о том, куда я буду садить эти крошки. Я беру стакан. Это 400 граммовый стакан. Дополнительно делаю отверстие внизу стаканчика и вот в дренажном слое. Беру обычную коробку картонную, полиэтиленом я ее внутри заложила и делаю слой керамзита в одну гранулу, скажем так. В стакан я насыпаю вот где-то сантиметра три керамзит промытый и вот таким образом он у меня будет стоять. Керамзит позволяет воде стечь вниз в такой вот общий единый поддон. Но если этот стакан будет стоять прямо дном на нижней поверхности ящика, то аэрации внизу этого дренажа не будет. Поэтому если поставить керамзит, грубо говоря, на керамзит, то между собой влага будет обмениваться и таким образом не будет застоя. Вот этот вот 400 граммовый стакан за вычетом слоя керамзита у нас где-то объем остается миллилитров 300. Я такой стакан беру, так как рассчитываю не на те корни, которые сейчас у этих малышей, а те, которые я хочу нарастить за время посадки в этот временный горшочек. Вот таким образом приблизительно будет выглядеть. То есть мы даем малышу простор для роста, так как они на такой стадии роста, когда достаточно быстро наращивают корневую систему и нужен им запас по площади. Коробку, скажем так, я тоже беру не просто так. Эти горшочки у меня будут зафиксированы, так как дети, кот, все это дело у меня должно расти стабильно и ни в коем случае никто не должен выпасть. А так они у меня будут все вместе с одинаковым уходом и их так легче контролировать. Кстати, малышей оказалось внутри фласки 16, все они с хорошо достаточно развитой корневой системой, поэтому наша задача только дать им благоприятные условия для роста. А еще дополнительно скажу, что все срезы, которые я выполняла при чистке, я обработаю фитоспорином. Итак, начнем посадку. На дно стаканчика я укладываю мох, делаю такую вот ему мягенькую подушечку. Затем берем нашу орхидейку и такими вот, скажем так, обволакивающими, что ли, я не знаю, укутывающими движениями мы ее делаем вот такой вот ей кокон. Почему так? Потому что она настолько хрупкая, что ее очень легко, любой корешочек очень легко сломать. Беру живой мох и укладываю сверху сфагнума. Все это дело я погружаю в стаканчик, вот так, и уже, скажем так, уплотняю, но уплотнять буду не очень сильно, для того, чтобы у орхидеи в горшочке была аэрация. Ну и все сверху я укрою мхом. Вот видите, какой он просто шикарный, у него такие длинные веточки, что работать с ним просто само удовольствие. Вот так вот, сильно, опять же, не уплотняю, должна быть хорошая аэрация. Кстати, вот один из корешков, если видно, там просматривается. Я вот его немножечко прикрою, и ему там будет замечательно. Так, берем следующий стаканчик. Процедуру проделываем абсолютно идентично. На дно укладываем мох. Он у нас предварительно влажный. Кстати, почему берем именно мох сфагнум? У него такая есть особенность замечательная, что он способен удерживать влагу больше своего веса в два раза. Поэтому, конечно, он незаменим. Плюс его бактерицидные свойства в таких системах, которые влажные, он просто незаменим. Очень аккуратненько прижимаем, потому что корешки настолько хрупкие. Кстати, можно обратить внимание, вот мох, я его немножко увлажнила, и вот этот живой мох уже позеленел. Поэтому я его кладу вовнутрь. Пусть он там растет, развивается и контролирует нашу микрофлору, чтобы внутри горшка была здоровая атмосфера. Ну, вот такая вот посадка. Еще раз напомню, обрабатывала все срезы фитоспорином. Это биофунгицид для того, чтобы избежать каких-либо моментов после срезов, после небольших ранок, которые могли возникнуть. Таким образом, я буду с посадку продолжать, а вам уже покажу, что из этого получилось. Вот такая вот получилась посадка. Как раз использовался весь новозеландский мох и весь тот запас живого карпатского мха. Поливать я в ближайшее время этих малышей не буду, так как они у меня и так приняли хорошую ванну. Плюс мох достаточно влажный, поэтому полив будет по просушке и полив будет методом пролива. Я их сейчас верну под фитолампу, и там они у меня пока будут расти в своем привычном температурном и световом режиме. Следующее видео я покажу с этими малышами ориентировочно через месяц, через полтора. И как раз к этому времени они уже подойдут к моменту, когда мы будем первый раз удобрять. Всем спасибо за внимание. До свидания.